25 января в России отмечают День студента или Татьянин день. Этот праздник во многом характеризует студенческую жизнь, бурную и интересную. И, пожалуй, от веселых развлечений мучеников науки отвлекает разве что серьезная сессия. Об обеих сторонах студенческих будней в Кольском филиале Петрозаводского университета узнавала Ирина Кузьмина. Студенты – люди подневольные. Даже накануне своего праздника они трудятся, сдают сессию. Например, здесь сейчас студенты-экологи сдают экзамен. Списать нереально. Но давайте мы им поможем. Все-таки многие из нас тоже когда-то были студентами. К слову сказать, сейчас мы заходим на настоящий экзамен по общей биологии. Для студентов появление нашей съемочной группы неожиданно. Всем пятерки, потому что согласно новому указу президента, накануне Дня студента, Дня Татьяны, за счеты экзамены всем ставятся автоматом. Вы же слышали такой указ? Не, ну вы же слышали такой указ? Да, ну как, ну и там где-то проскакивало. Алиса Евгеньевна, вы слышали о том, что сегодня всем студентам нужно поставить автоматические пятерки? Нет? Да. Преподаватели непреклонны, поэтому, скорее всего, студенты будут пользоваться своими знаниями. Вера тут спасет нас сегодня. От всех невзгод и неблаг мирских, я вам скажу. Мне этот тык очень хорошо заходит, когда просто много говоришь слова, и тема сама всплывает. Ну и, конечно же, знания без этого я сейчас не буду. Вы готовились сегодня? Нет? Ну, может, мы все-таки поставим хотя бы троечку? Давайте. Давайте, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну, Олеся Евгеньевна, ну хотя бы троечку. Халява студентов навещает нечасто, но бывает и такое. Было распределение вопросов по билетам, а один билет назывался счастливый. И студент выбирал тот вопрос, который он лучше всего подготовил и его отвечал. В честь чего это было? Это было тоже в честь дня студента. И один раз только. Ну а для страховки у студентов в запасе старый добрый козырь – шпаргалки. Обратите внимание, пока мы берем интервью у преподавателя, на заднем плане происходит настоящее экзаменационное списывание. Я допускаю использование шпаргалок, но подготовленных самостоятельно. Все равно, когда студент садится отвечать, по ответам видно, пользовался он шпаргалками или нет. Что ж, остается пожелать участникам экзамена удачи. Студенты не только умело сдают сессию, но и хорошо отдыхают. Например, в Апатийском дворце культуры для них организовали целый праздник с интересной и увлекательной программой. Можно, да, вот ваш пуджачок? А, нет, нет, да. Полин, начинает, вот он, вот он, вот он, вот он, здесь, 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 вот он. А, нет, 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 нет. Наша интерактивная площадка носит очень интересное название «Медицинский кабинет». Здесь мы у студентов проверяем состояние, в котором они находятся перед праздником и стараемся вывести их в более веселое состояние, чтобы они встретили День студента весело, здорово, классно. И, как говорится, чтобы они шли по жизни с улыбкой и с хорошим настроением. Наша площадка регистрирует студенческие отношения. Мы подготовили, собственно, свидетельства, где студенты могут узаконить свои отношения на время интерактивной программы «Твой день, студент». Десять интерактивных площадок, среди которых также парикмахерская, фотостудия, стол иллюзиониста, мастер-классы по прикладному творчеству, пение и танцы, праздник, подготовленный представителями Петрозаводского университета и сотрудниками Дворца культуры. Хотим сделать студенческим балом, поэтому вот уже пытаемся какие-то элементы балов нести, выучить всех, научить танцевать всех. Вальс, потом у нас будет дефиле вечерних костюмов. И все Татьяны, кстати, сегодняшние, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем Татьяны. Самое главное – успешно сдать сессию и всегда быть радостными, позитивными и уметь получать удовольствие от жизни. День студента называют Татьяниным днем. Обладательница этого имени – трудолюбивая, умная, обаятельная и честная. И, как все девушки, любят внимание. Сокурсники редко вспоминают об этом празднике, вспоминают только родители, которые меня так и назвали. Поздравляю, каждый год. Праздник посетили студенты высших и средних учебных заведений, а также старшеклассники. Студенты поделились, что после окончания школы они стали самостоятельными. Праздник еще раз доказал, насколько активны, креативны и творческие апатитские студенты. Ну а присутствующие здесь школьники представили, какой интересной и яркой будет их студенческая жизнь.